Готовясь к этому служению, рассуждая над проповедью, о которой я хочу сегодня говорить, я задал один вопрос. Если бы нас, верующих, спросили, дайте одним словом определение христианской жизни, как бы вы ответили? Я нашел ответ для себя. Я бы ответил одним словом. Это слово называется «прощение». Свою проповедь я так назвал «прощение». И текст Писания, который я хочу сегодня предложить, очень короткий, он перед нами. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Да и все, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Еще раз подчеркну эту мысль. Без пролития крови не бывает прощения. Братья и сестры, о какой бы теме жизни мы ни говорили, мы не обойдем тему прощения. Мы не можем говорить, братья и сестры, о спасении Божьем не касаться прощения, не так ли? Мы не можем говорить о вечности, не касаясь прощения. Мы не можем, находясь у одра смерти человека, который не примирился еще с Богом, говорить о качествах его характера, о его поведении, о его будущих, может быть, каких-то проблемах, похоронах, еще что-то. Мы не можем. Мы будем говорить с ним о прощении, чтобы человек был примиренный с Богом. В Священном Писании прощение всегда подразумевается в двух значениях или в двух смыслах. Прежде всего, в первом, когда Бог прощает людям, и во втором, когда люди прощают друг друга. Эти темы, они очень взаимосвязаны между собою. Мы не можем говорить о прощении Божьем без прощения друг друга. Вы знаете, мы не можем служить Богу, не получив прощения и не простив друг друга. Я напомню один текст Писания, слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди, 5 глава, 23-24 стих. Христос говорит сегодня к нам, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, что необходимо сделать? Оставь, сделай паузу, не торопись, не продолжай свой путь. Есть препятствие на твоем пути». 24 стих говорит, «Оставь там дар твой пред жертвенников, и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой». Прощение – такой важный вопрос, что не решив его правильно, мы можем оказаться в очень и очень непростой ситуации, братья и сестры. Наш Господь говорит в Евангелии от Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, что делаете?» Братья и сестры, когда стоите на молитве, что делаете? Прощайте! Сердце ваше должно заполнено быть очень важной истиной. Христос говорит, «Когда вы становитесь на молитве, прощайте, прощайте, если кто имеет на кого, дабы и Отец ваш Небесный просил вам согрешения ваши». Братья и сестры, помните продолжение слова Иисуса Христа. Давайте посмотрим, 26 стих. Христос говорит, «Если же не прощайте, когда вы стоите на молитве, не прощайте, вы обо всем говорите Богу, благодарите, поклоняйте, славите, просите о благословениях, о детях, внуках, о жизни. Но если вы стоите на молитве и не прощаете, то небо закрыто. Бог говорит, я не могу простить вам согрешений ваших, потому что вы не простили». Возникает важный вопрос, почему Бог придает такое важное значение вопросу прощения. В молитве «Небо закрыто, если не простил брата ближнего, служить не могу, потому что тоже Бог не принимает этот дар. И все, что в нашей жизни связано, братья и сестры, невозможно обойти этот вопрос». Я думаю, что ответ заключается в следующем, потому что прощение всегда связано с отдачей чьей-то жизни и с пролитием крови. Без пролития крови не бывает прощения. Это неизменный Божий принцип, который Он установил с момента грехопадения. Первая часть этого стиха мы прочитали с вами, говорит о верующих, о жизни верующих людей в Ветхом Завете. Вдумайтесь в этот текст, братья и сестры, если можно, откроете первую часть. Апостол Павел говорит «Да и все, почти». Вот когда мы говорим «Да почти все», можем посмотреть сферу нашей жизни. Куда ни посмотришь, во всем, оказывается, необходимо одно средство для верующего Ветхого Завета. Вот настолько греховный человек, настолько он пропитан грехом, непослушанием, враждой друг против друга, что Бог окружил верующих Ветхого Завета вот этим принципом. Кровь должна проливаться. Кровь животных должна проливаться, потому что почти все, закон определял, очищается только кровью. Друзья, и когда мы смотрим жизнь Ветхозаветней верующей, народа израильского, они всегда в этом находились. Вот почему необходимо так было много животных, мелкого, крупного, различных животных, потому что всегда должна была кровь. И обратите внимание, эта кровь не просто где-то пошел, приобрел или немножко взял, чтобы не спачкаться. Это происходило следующим образом. Человек, который нуждался в прощении Божьем, он очень близко соприкасался с жертвой. Он должен привести бы на эту жертву. Он должен возложить руки на нее, на голову этой жертве, потому что Писание говорит так, «На жертве всесожжения, и приобретет он благоволение». Для чего? В очищение грехов его. Вот так Бог установил этот порядок, принцип. Если бы мы с вами жили в то время, в Ветхом Завете, мы все время заботились, чтобы была заместительная жертва. И не просто пойди кому-то, родственники или член семьи, ты должен это сделать. Ты должен положить руки. Ты должен быть близко, соприкасаемым с тем, кто отдаст жизнь за тебя. Для чего? Для того, чтобы получить прощение. Потому что без пролития крови Бог сказал, «Я не могу». Не бывает прощения. Сегодня вопрос прощения остается таким же актуальным и важным для каждого человека, так и для верующего, так и для неверующих людей. Знаете, где-то читал, что в поисковой системе Google вопрос, который чаще всего люди задают, я не помню, в какой отрезок времени, это приблизительная информация, но в течение где-то около, наверное, месяца, больше-меньше, больше миллиона людей в поисковой системе Google задают вопрос, ищут вот этот ответ, как получить прощение или каким образом я могу простить. Вот это вскрывается, показывает истинная сущность, состояние людей, время, в котором мы живем. Люди озлобленные. Ослобленные. Люди ищут, может быть, осознанно, неосознанно, но испытывают эту нужду, эту потребность получить прощение. Потому что непрощенный, как и со стороны Бога, так и со стороны человека, это огромная проблема. Прежде всего, она связана, если говорить со стороны Бога, с осуждением, с виной, которую человек несет, и, конечно же, последствиями, которые идут за непрощением Бога. Сегодня, когда мы находимся с вами, братья и сестры, в церкви, мы понимаем, что на земном шаре уходят, наверное, каждые 2 или 3 секунды люди. Если люди не получили прощения от Бога, не прикоснулись к этой благодати, они будут осуждены навеки и навсегда. Но прощение несет освобождение. Прощение несет сегодня мир. Прощение несет восстановление. Вот почему мы говорим всегда, что Бог ожидает. Бог ожидает каждого человека, ищет Бог для того, чтобы человека примирить в лице Иисуса Христа. Но, к сожалению, сегодня для многих людей остается вопросом неразрешимым. Люди носят обиду, люди носят горечь, люди носят непрощение о своем сердце. Вы знаете, один человек, говоря прощение, сказал как бы такую фразу. Вот здесь, указывая на свой разум, на свою голову, вот здесь прощаю. Но затем помолчал и указал рукой на свое сердце. Но здесь, здесь не могу. Здесь камень. Здесь пустота. Здесь не могу. И в этом проблема многих людей. Братья и сестры, есть ли решение? Есть ли решение сегодня для того человека, который, может быть, томится в своем сердце, думая, что я примиренный с Богом, Бог простил меня по вертикали, но по горизонтали в нашей жизни обыденной у нас есть вражда, непримирение. Библия не обходит стороной эту вопиющую нужду каждого человека, братья и сестры, потому что мы живем в греховном мире, мы несовершенны, вокруг нас несовершенны люди, и каждый из нас соприкасался к какой-то ситуации, где мы оказываемся либо виновны, либо кто-то перед нами виновный. Мы понимаем, что эти вопросы нельзя оставлять. Должна быть эта встреча. Должна разрешение этого очень важного вопроса. Вы знаете, на страницах Священного Писания мы находим более 75 иллюстраций, различных иллюстраций прощения сегодня об одной. Владимир говорил о встрече братьев Иосифа. Годы прошли, а внутри был это камень, это препятствие, это серьезная проблема. И Господь дал Иосифу доброе, мягкое, любящее сердце протянуть руку своим братьям, чтобы они были прощены и получили эту свободу. Задумывались, братья и сестры, для себя лично, а почему Бог вас простил? Какие у Бога были причины для того, чтобы Он простил нас с вами? Мы чем-то заслужили? Что-то понравилось Богу? Какие-то у нас было качества или дела, те, которым действительно сказал Бог, ну я просто прощаю. Вопрос прощения грехов очень часто связан со справедливостью и милостью. Это разные вещи. Иногда люди связывают с справедливостью и милостью. Это разные вещи. Писание представляет нам Бога, как праведного судью в одном лице, но как милующего Отца тоже в одном лице. Обратите внимание на текст Писания, который говорит, «Правосудие и правота основания престола Твоего». Милость и истина предходят пред лицом Твоим в одном лице, в личности святого Бога. Встречаются вот эти качества. Правосудие и правота, милость и истина. Как в справедливом, мудром Боге, суверенном Боге, святом Боге, который ненавидит зло и ненавидит всякий грех, нашли решение, это удивительное решение, дать человеку прощение. И сегодня Бог прощает. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. И по Божьей справедливости, братья и сестры, каждый из нас заслужил только наказание и только осуждение. Но Библия также говорит, что справедливый и любящий Бог нашел решение, как может помочь и просить грешника. Вы знаете, все богословы соглашаются с тем, что послание к римлянам это самый лучший, можно сказать, как бы учебник, который говорит, скажем, учение о спасении, который открывает учение о спасении. Но удивительно, что в послании к римлянам только два раза упоминается слово «простить». В послании к римлянам, который открывает, называет его Евангелием, два раза упоминается только слово «простить», но это не умаляет ее суть, ее глубину, ее значение и важность. Я бы хотел сегодня, чтобы мы обратили внимание на два стиха из этого удивительного послания. Учебник о спасении, если можно так сказать. Третья глава, 24-25 стих. «Получай оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде». В этих стихах, дорогая церковь, братья и сестры, мы находим два обязательных условия для прощения. Обратите внимание, на какие два условия хочу обратить ваше свое внимание. Первое – это пролитие крови. Без пролития крови не бывает прощения. Первое – это пролитие крови. И второе – вера в эту пролитую кровь. Первое – кровь Иисуса Христа, второе – вера в этот свершившийся факт. Итак, наше прощение связано с пролитием крови и уже не жертвенных животных, ветхозаветних, а драгоценная кровь Сына Божия. За право прощать грешного человека отец и сын заплатили очень высокую цену. Отец отдает возлюбленного единственного Сына Иисуса Христа на страдания, на смерть, на мучения, на крест. А Сын, глубоко любви к Богу и к нам, соглашается и говорит, «Вот иду исполнить волю Твою, Отче, и закон Твой у меня в сердце». Величайшая цена. Вторым обязательным условием для получения прощения является наша вера. прощение поставлено в зависимость от веры. Если мы верим, что Иисус Христос пролил Свою кровь на кресте вместо нас, то Бог прощает, братья и сестры, при условии. Каждый живущий на земле человек должен верою сказать, «Верую Господю, принимаю Тебя». По-другому не бывает, братья и сестры. Без пролития крови и без веры в пролитую кровь Иисуса Христа спасение невозможно. Еще один вопрос. Какую же цель преследовал Бог, совершая прощение через пролитую кровь Христа? В 25-26 стихах послания римлянам, если можно, откройте нам, пожалуйста, мы встречаем дважды одинаковое выражение. Это очень интересно. В 25-26 стихе мы встречаем совершенно два одинаковых выражения, где апостол Павел повторяет просто их. Что это за выражение? В 25-м стихе, обратите внимание, Павел говорит, «Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных когда? Прежде». Бог хочет что-то показать. Показать праведность для показания праведности Христа. в прощении грехов, соделанных прежде. В 25-м стихе, обратите, в 26-м стихе, обратите внимание, он говорит следующее, для показания правды Его в какое время? В настоящее время. Бог хотел всегда показывать людям, чтобы люди не забыли. И мы часто говорим, «Посмотрите». Бог говорит, «Смотрите в прошлое, на правду Его». Те люди, которые согрешали в прошлом, там сила имеет крови Христа. И говорит, «Смотрите в будущее, вперед, и в настоящее время», потому что Бог хочет показать Его праведность, которая заплатила величайшую, полную цену наших грехов и беззаконию. Наше прощение, братья и сестры, которое мы получили благодаря пролитой крови Христа и благодаря нашей личной вере в пролитую кровь Христа, никогда, никогда не будет связано с нашими делами, с нашими заслугами, с нашим поведением, с нашими стараниями. Бог не примет. Бог примет одно – жертву Христа и веру грешника в жертву Христа. Знаете, для многих людей, получивших прощение грехов, они сталкиваются в своей жизни с одной очень сильной проблемой. Сомневаются, просил ли Бог или не просил Бог. Что происходит с моими грехами? Как относиться к тому, что в моей жизни происходит потом падение, уныние, спотыкаюсь, падаю, неуверенность в спасении порождает. И вы знаете, я бы хотел очень кратко остановиться на двух некоторых местах Священного Писания, где Бог хочет сегодня показать, что же Он сделал с нашими грехами, которые Он нам прощает. Псалом 102, 12 стих. Псаломопевец говорит так, «Как далеко восток от запада, так удалил от нас Он от нас беззакония наши». Братья и сестры, мы видели, сегодня были свидетелями обращения юной души. Склоняется пред Господом, сокрушается, потому что Бог назначил встречу сегодня, сейчас. И сердце откликнулось на этот призыв. Я так бы хотел, чтобы в этой душе юной вот этот текст Писания навсегда остался. Юля, помоги доченьке напоминать всегда, когда придут испытания, где грехи? Как далеко восток от запада, так Он удалил от нас беззакония наши. Пророк Исаия говорит, что помнит ли Бог наши грехи, которые дьявол нам часто напоминает. 43, глава 25, стих. Обратите внимание, дважды Бог говорит и обращает внимание на Себя и говорит, я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, грехов твоих, как часто Бог вспоминает, не помяну. Так как Бог изглаживает, человек не может изгладить. Бог говорит, я никогда не помяну твоих грехов. Говоря о прощении Божьем, очень важно задать еще один вопрос. Когда я могу получить лично прощение своих грехов, я хочу обратиться к тем, которые понимают, что в ихней жизни еще не произошла эта встреча, не произошла это личное обращение и грехи их еще не прощены. Прежде всего, первое всего, первое, прежде всего необходимо признать и исповедать себя как грешника. то есть открыть Богу свое сердце и открыть Богу свои грехи. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих написано, если исповедуем грехи наши, если только исповедуем, то есть открываем, признаемся, сознаем, не отказываемся, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это исповедание, открытие. Второе, Библия говорит, что необходимо покаяться в своих грехах, то есть признать себя виновным, не только осудить грех, но осудить себя водами. Я виновен в этих грехах. Апостол Петр проповедует в Иерусалимском храме и обращается к иудеям со словами обличения, книга Деяния апостолов, 3 глава, 14 стих, «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». И 17 стих, он говорит, «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». 19 стих, «Итак, какой же выход с этого ситуации? Итак, покайтесь, первое, обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Вот Божье решение для каждого человека, дорогие друзья, чтобы лично получить прощение, необходимо открыть, исповедаться Господу, необходимо покаяться, признать себя виновным, грешником, погибшим, нуждающимся. И тогда Библия говорит, заглаживается грехи ваши благодаря жертве Иисуса Христа. Покаяние – это глубокое сознание себя, как грешника. Это осуждение себя и своих грехов. Это просьба к Богу о прощении своих грехов. Это сознательное принятие Иисуса Христа как спасителей Господа в свое сердце. Это очень важно. Какое определение можно дать прощению? Кто-то сказал, что прощение – это освобождение виновного от заслуженного и справедливого наказания. прощение – это освобождение дарственное из милости по благодати тот, кто заслужил, а ему проявляют милость без условий. Вы знаете, как я сказал, очень много иллюстраций, более 75 иллюстраций в Библии о прощении. И одна из них очень настолько яркая, я бы очень кратко хотел сегодня вместе на нее посмотреть, на эту иллюстрацию. Помните, Евангелие Матфея, 18 глава, где Христос говорит о том, что Царство Божие, оно подобно тому человеку, который государь, он призвал Царство Небесное, Евангелие Матфея, 18 глава, 23 стих, Царство Небесное, подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Огромнейшая сумма, братья и сестры, если учитывать, что в древности в разных народах таланты было вес, это единица, это драгоценность, и это было и определялись иногда на вес. Иногда один талант считался весом до 25-26 килограммов различного драгоценного металла. Можем себе представить 10 тысяч талантов, если это вес эквивалентный может быть нашим современным каким-то деньгам, золоте в долларах. Я думаю, что не случайно, может быть, знаете, вот такая приводится цифра, сумма огромная. Показано, братья и сестры, на месте этого должника, которому нечем отдать, нечем рассчитаться, банкрот, у него нечем заплатить. И помните, что ожидало его? И написано, Библия говорит, что нечем было заплатить ему. Он просит, государь, потерпи на мне, все тебе заплачу. Это были отчаяния слова, понимание того, что просто невозможно рассчитаться такой огромной суммой. И вы знаете, здесь мы видим великодушное сердце господина лицаря, который просто проявляет к нему милосердие. 27 стих написано, что государь, умилосергившись, нету никаких причин, просто умилосергившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Братья и сестры, кто этот царь? Это Бог милующий, а должники это мы с вами. Это мы с вами, братья и сестры, но нам нечем платить. Но интересно, знаете, в этой притче, в этой истории есть продолжение. Есть продолжение, которое напрямую связано с тем, что мы сегодня говорим о прощении, прощение происходит обязательно в двух направлениях, связано с прощением Бога и прощением друг друга нас, людей. Государь, умилосердившись, простил. Интересна реакция этого человека прощенного. Логично рассуждая, наверное, радость такая должна быть благодарить государя, выйти, прощать всех своих должников, но нет, Писание говорит, что 28 стих, раб же тот, выйдя, он не просто случайно встретил, выйдя, он нашел одного из товарищей своих, близких людей, который должен был ему сто динариев, и при этом не просто наполнил, наполнил ему, но он схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Отдай мне, что должен. должен. Друзья, не так ли происходит в нашей жизни? Получив прощение наших грехов, снята вся вина, все долги, абсолютно все в нашей жизни, мы носим в сердце своем непрощение и хотим, чтобы нам что-то вернули. в этой истории, которую кратко оставлен на странице Священного Писания, Христос хотел напомнить в лице этого человека все человечество. Люди так поступают, люди забывают о том, что им было прощено. Прощение это то, что мы с радостью принимаем, но трудно отдаем. принимая, считая великой добродетелью, когда отдаем, считаем великой несправедливостью. Вы знаете, история наших славянских народов, она свидетельствует о том, что в прошлом наши прадеды, они настолько понимали важность прощения от своей жизни, даже будучи не просвещены Евангелием в той степени, как мы с вами сегодня рассуждаем, видим, проповедуем имеем все это, они дорожили прощением в отношениях друг с другом. Например, если крестьянин куда-то надолго уезжал, то он при прощании своими родными и близкими, своей семьей, он просил прощения у своих близких. И смысл был в том, чтобы при разлуке не тяготиться со знанием вины, потому что если что-то случится, не вернется человек домой, он мог знать, что его простили, он свободен. Особенно прощение просили у всех своих домашних, когда отправлялись в церковь. Даже был особенный день перед Великим постом, даже сегодня он существует в традициях православной церкви, который назывался прощением, воскресение, прощение. То есть это был особый день, где люди могли примириться друг с другом, родные, близкие, соседи. Более того, люди ходили даже в гости друг к другу с этой целью. Например, приходя в дом соседа или, может быть, на другой улице человека какого-то, этот простой бедный крестьянин приходил и обращался с таким просьбой, например, так это, может быть, звучало, «Прости ты меня, Павел Никитич, Христа ради». И на это хозяин отвечал, «Бог тебя простит, и ты меня прости». Затем они целовались и расставались. Братья и сестры, в глубокой древности люди понимали ценность прощения. Сегодня кто-то из проповедников сказал, что мы живем в обществе, в котором добродетель постарались сделать местью. Трое из четырех лойеров всего мира живут в Америке. Трое из четырех лойеров во всем мире живут в Америке. Для чего? И они востребованы. Люди помнят и люди хотят решать вопросы для того, чтобы возмести, восполнить. Люди не готовы сегодня в мире прощать так, как прощает Бог. Братья и сестры, когда мы не можем справиться с грехом непрощения по отношению к другому человеку, то мы должны задать себе вопрос. А решен ли вопрос нашего прощения? Когда мы не можем справиться в своей жизни с грехом непрощения по отношению к другому человеку, давайте сегодня зададим вопрос. А решен ли вопрос моего личного прощения? Пусть слова Иисуса Христа, которые Он произнес в Своем Евангелии, когда стоите на молитве, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого? Для чего? Дабы и Отец Ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Я бы не хотел вторую часть 26-го стиха 11 главы Марки цитировать сейчас перед молитвой. Хотел, чтобы мы сегодня, склонившись на колени, благодаря Господа за прощение, а мы будем это делать и понимать, что без пролития крови Иисуса Христа невозможно было бы наше личное прощение. Попросили, чтобы Дух Святой дал нам свободу в сердце. Если мы связаны непрощением, простите, отпустите, помните, что прощение это дарственное освобождение виновного от заслуженного наказания. И пусть Божий мир в нашем сердце, в наших сердцах, в наших семьях и в нашей церкви будет большим благословением. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Я приглашаю к молитве.